В преддверии зимы российские оккупанты все чаще жалуются на плохое обеспечение, уверяют, замерзают на позициях и просят родных и волонтеров прислать теплые вещи. Тонны гуманитарной помощи, которую отправляют на фронт, не доходят, утверждают военные страны-агрессоры. Российский тыл крепнет с каждым днем. Заботливые шебекинцы готовят горячие обеды и вяжут теплые вещи. Крепкий тыл, как утверждается в пропагандистском сюжете, это пенсионерки. Те, что помоложе, готовят еду, постарше вяжут носки. В команде добровольцев есть даже долгожители. Пелагеи Егоровней скоро исполнится 95. Разматывай нитки, вот. Что я не могу. А это бабушка из Курска. Тоже вяжет носки. Что ж бабушка скучает, сидит. Надо заняться делом. Как это ребятам, там, вот сейчас зима начнется, мы на диванах сидим в теплоте, в чистоте, а не в окопах, холодина такая. Наступила сейчас такая пора, осенняя, зимняя, когда теплые вещи нужны ребятам на передовой. Сейчас запрашивают сапоги, запрашивают теплые носки, запрашивают теплую одежду, если у кого есть возможность, чтобы оказали помощь и поддержали. Вот одна из недавних заявок российских бойцов. Эти позиции сейчас практически в каждой заявке в большом количестве, пишут волонтеры Перми. В списке зимние спальники, теплое белье, дождевики, шапки, перчатки, носки. Добрую фею нашу мы благодарим за трусы, за наволочки, влажные полотенца, станочки и пену для бритья. По данным Форбс, Россия за 18 месяцев полномасштабного вторжения в Украину потратила на войну более 167 миллиардов долларов. На носки денег нет. Жители Кузбасса вновь собрали гуманитарную помощь для участников специальной военной операции. Показательно на камеры волонтеры грузят в машину брендированные с логотипом «Единой России» коробки с гуманитаркой. Однако помощь почему-то не доезжает. Эх, ну почему же тогда сыновья сами палатки покупают стоимостью 160 тысяч? Несколько рапортов на замену палатки в итоге все равно пришлось купить самостоятельно. На носу зима, а в дырявой палатке не особо и согреешься. Все, кто приходил в отпуск, говорят, что строят себе землянки за свой счет. Каждую досочку покупает и продукты покупает. В магазине купили себе вязаные носки, а там записка от автора. Тебе, защитник, интересно, куда уходит помощь, собранная людьми? Но кое-что все-таки доходит. Нам вот прислали посылку, батарею. Мы очень ждали, у нас под землей к землянкам тяжело. Но мне кажется, еще труб не хватает. Как-то у нас это... Ну, водопровод у нас нормально, ТЭЦ работает. В следующий раз, пожалуйста, если присылаете, присылайте чугунный. И хоть подержал, согрелся. А эта легкая, она как бы особо не греет. Мы постоянно твердим для всех, что фонд отвечает за доставку груза в полк. Как там распределяется, вопрос не к нам. У нас нет правовых оснований контролировать выдачу и распределение гуманитарной помощи. У нас печечка пошла, у нас лопатки пошли. Собирая очередную посылку на фронт, родственники российских военных возмущаются. Может, в следующий раз на БТР скидываться нужно будет? А там парни его выкупят. Продолжение следует...